здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале это видео снято в прекрасный воскресный солнечный день приглашаю вас на прогулку приглашаю вас посмотреть на этот красивый город и на не менее прекрасных жителей этого города города падуи все модницы на заметку на достаточно теплую весну пуховик и легкая обувь обувь которая свидетельствует о том что уже вы переходите постепенно на практически летний гардероб это прежде всего закрытые но все-таки туфли очень очень хорошо смотрится и 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 улыбочку. Пальто любого светлого цвета очень хорошо смотрится с кожаными брюками, с кожаными леггинсами на самом деле брюки могут быть любого фасона. Подобные кроссовки с пайетками, а также с леопардовыми вставками. Но леопард не традиционной расцветки, а допустим розовый, голубой, фиолетовый, какой угодно он может быть. Подобные кроссовки набирают популярность и они войдут в обзор следующего ролика об обуви, уже весенние обуви. Ну что ж, вот такая прекрасная, солнечная, достаточно пустынная паду. Ее редко можно такое увидеть. Я думаю, что подобные съемки будут историческими для этого города, потому что такая пустота бывает только, пожалуй, в августе. А мы давайте посмотрим на витрины. Я в прошлом видео говорила о тренчах и говорила, что в Италии совершенно точно, что у итальянок, что у тех, кто предлагает нам носить тренчи, пользуются популярностью классические модели. Если уж они и широкие, то точно не овер. Посмотрите, какое красивое сочетание для тренча. Я для себя взяла на заметку. Это вот такой интенсивный синий и бежевый. На самом деле камера не очень передает цвет. Это классический бежевый цвет тренчи. И посмотрите, как тоже интересно компонуется принт. Здесь мы имеем легкий цветочный горошек, который по цвету полностью совпадает с цветом плаща и с цветом, по-моему, все-таки это брюки. Это, опять же, способ, который позволяет очень легко и мастерски компоновать любой принт, когда цвет принта повторяется в другом слое, не принтованной одежде. Посмотрите, предлагается нам все это носить вместе с кроссовками. А это витрина Максмара. Она привлекла меня, она привлекла меня своей простотой и красотой. Но как вы думаете, что надета под пальто? Под пальто надет тренч. Оба манекена. Это пальто одного плана, но разного цвета и два разных тренча. Посмотрите, как интересно. Массимо Дути, я уже показывала вам витрину, предлагает нам носить таким образом. И сейчас, я знаю, очень многие блогеры предложили, обратили внимание своих зрителей на тренч. И могу сказать, что если вы задумаетесь о покупке тренча, пусть это будет совершенно классическая модель. Либо вот такая, на глухой супатной застежке, либо на двубортной застежке, которую традиционно предлагает нам Бербери. Именно такими мы и знаем тренчи, такими мы их полюбили. Узкий тренч, он очень хорошо и легко вписывается в любые ансамбли. Если вы задумаетесь о покупке тренча, могу сказать, как обладательница одного тренча овер. Возможно, даже я никогда его не показывала, потому что я не люблю его носить. Тренч овер, он создает ощущение у меня лично, что я нахожусь в каком-то баллоне, мне некомфортно, слишком много ткани. Хотя смотрится в особенности в момент примерки подобный объемный тренч, который смотрится очень современно, очень модерном. Такой тренч в момент примерки может вам очень понравиться, но носить его, возможно, будет сложно. Яркий акцент, яркая сумка через плечок, красная. На самом деле, мы уже, наверное, все обратили внимание, кто смотрит на итальяна, кто смотрит на жительниц Падуи, что красная сумка, она очень популярна. Красная сумка через плечо. Не знаю, что предлагают нам носить подиум, что предлагают нам носить витринисты. Совершенно точно. Итальянки, живущие здесь, в этом городе, любят красный кроссбэк, самый обычный, любого размера. Популярна сумка. Маленькая, чуть больше, но через плечо. И, как правило, она красная. А это тот случай, когда мы можем, смотря на хорошо и красиво одетых мужчин, обратить внимание на те детали, которые важны для нас в наших компоновках. Здесь, безусловно, головной убор в клетку, кепи. Это то, что делало этот ансамбль очень-очень классным, очень-очень стильным. А вот и обещанный в прошлом видео жилет. Жилет надетый, насколько я поняла, на легкую куртку, даже, возможно, куртка с капюшоном. Посмотрите, какой интересный прием. Я присматриваюсь к подобным жилетам. Мне кажется, они очень удобны, потому что их, на самом деле, можно надеть на все, что угодно. И подо все, что угодно. Я имею в виду, прежде всего, тренч. Я имею в виду, прежде всего, пальто. И такая многослойность, мне кажется, будет очень функциональна. Она будет греть, и это очень-очень красиво. И я присматриваюсь к подобному длинному жилету. И такой длинный жилет, мне кажется, может любая из нас сделать себе элементарно из-за старого, без подкладочного пальто. И скоро я выпущу видео Handmade Forever, где я возьму свое старое пальто. Многие знают историю с тканью, которая имела брак. И покажу вам, как можно подобный жилет сделать, потому что я человек, который считает, что если мы хотим что-то внедрить в свой гардероб, необходимо сначала поносить подобную вещь, недорогую, чтобы понять, она наша, либо нет, она не приживается в гардеробе. И вот поскольку у меня есть старое пальто, из которого я без труда при помощи взмаха ножниц смогу сделать себе подобный жилет, я покажу вам, как все это будет смотреться. И, возможно, вы свое старое пальто сможете также переделать в такую достаточно модную вещь, но и очень-очень универсальную вещь, на мой взгляд, очень носибельную, очень удобную. На улице почти плюс 13, но шуба не теряет своей популярности. В этой паре мне очень понравилось, как одет парень. Я считаю, вообще просто идеально он закомпоновал свой лук. Очень хорошо и гармонично смотрятся брюки, они укороченные, поэтому, возможно, спортивные. Бежевое пальто, которое прекрасно вписывается в мужской гардероб и прекрасно вписывается в мужские компоновки поверх какого-то очень спортивного ансамбля. Мне очень понравилось в предыдущем кадре наличие худи и капюшона, ну и белые кроссовки. На самом деле, все очень просто повторить. Возьмите на заметку, если у вас есть ценовья подобного возраста, либо чуть младше, бежевое пальто. Это то, что очень легко и хорошо внедряется в мужской гардероб любого возраста мужчины. Ну и немного весенних витрин. Здесь мне ничего не нравится, кроме сочетания цветов. Красивый голубой с красивым интенсивным коричневым. А здесь я хотела показать вам, как и в прошлом видео, уже обращала внимание, что поясная сумка не теряет своей популярности. Эту витрину я показывала в прошлом видео, но хотела обратить внимание на левый манекен, на прекрасную игру длины. Здесь, на самом деле, все настолько выверено и настолько грамотно составлено витринистом. Имейте в виду, что игра длин – это очень красивый способ носить свою одежду. Ориентируйтесь на ширину ладони. В том, что касается длины, допустим, разницы в длине рукавов, разницы в длине свитеров, либо свитера и блузки, ориентируйтесь на ширину ладони. И если играть с длиной, можно сделать даже самый простой образ очень насыщенным, очень красивым и будет сложно считать, почему он такой гармоничный. Ну что ж, дорогие зрители, на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего весеннего настроения, несмотря ни на что. Желаю всем настроения наряжаться, конечно же, и желаю всем действительно хорошо выглядеть. Когда мы хорошо выглядим, мы получаем большое количество комплиментов. Это улучшает наше настроение, так же, как и солнце над нашей головой. Желаю всем солнца над нашей головой. Это была Яна Скорцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok